Прежде чем начать обзор оперативного совещания в правительстве на этой неделе, хочу оговориться и рассказать, что у нас случилось с графиком. Многие, наверное, поняли, что стрим в минувшее воскресенье не случился по техническим причинам. Мы действительно пытались задействовать все возможные каналы связи и перепробовали несколько вариантов, но в воскресенье вечером в центре у нас стрим не получился, потому что просто тупо не было интернета. Я не знаю, в чем дело. Возможно, это локальная поломка в том месте, где мы находились. Здесь, возможно, это перегрузка из-за фолкариады, может быть, там по центру слишком много мексиканцев гуляла и пользовалась интернетом. Но, в общем, вот так вот получилось. Я думаю, что в следующее воскресенье предприму попытку возместить вот этот 36-й стрим. А по поводу переноса сегодняшней передачи, ну, тут уже не я виноват. Тут Радий Фаридович, он перенес оперативное совещание в правительство почему-то с понедельника на вторник. Но, как выяснилось, они ездили в Екатеринбург на какой-то там очередной экономический форум. В общем, правительству нашему есть чем заняться. Форумов много разных в стране, можно колесить ежедневно. В общем, сегодня у нас оперативка в правительстве Республики Башкортостан, и была она достаточно интересной. С первой минуты оперативного совещания Хабиров решил всех заинтриговать, заявив, что после открытой части совещания состоится еще и закрытое. И, судя по его туманным выражениям, эта закрытая часть должна была быть посвящена ситуации с ковидом, новым ограничениям и прочим-прочим вещам. Ну, в общем, закрытая часть есть закрытая часть. Мы так и не узнали, о чем идет речь. В открытой части Хабиров во вступлении сообщил нам о том, что Республика Башкортостан триумфально заняла первое место по промышленной политике, проводимой в регионе на Екатеринбургском промышленном экономическом форуме, который произошел вот в минувший понедельник. Ну, Хабиров говорил что-то там о каких-то критериях, которые были выполнены, которые были не выполнены. Все это сильно очень смахивает опять на вот эти рейтингования за какие-то определенные плюшки и шишки. Помним, да, вот этот рейтинг оси, когда мы там заняли пятое место и прочее. Вот как-то ни тепло, ни жарко от этих рейтингов, Радий Фаридович. В общем, давайте-ка как-то переходить к делу. Мы уже поняли, что вы первый в рейтинге среди, ну, как говорится, первый, как пел Макаревич в однерке лучших певцов. Мы это уже поняли. Ладно, все, спасибо, хорошо, замечательно. Давайте перейдем к развитию промышленности. Неожиданно в выступление Хабирова вмешался Андрей Назаров, что случается достаточно редко. И Назаров сделал совершенно такое необычное предложение. А именно Андрей Геннадьевич предложил ввести в состав правительства директоров крупных башкирских предприятий. Это БСК, Башнефть, Стерель-Тамакский химпром и прочее, прочее. Тут как-то я опешил, да и не только я, наверное. Ну, правительство это все-таки министры, это замминистры, это вице-премьеры. Причем здесь директора предприятий. Ну, логика Назарова отчасти понятна, что вот взаимодействие с крупными предприятиями лежит в основе экономики республики, что именно эти крупные предприятия формируют там всю налоговую базу и так далее, и так далее. Но надо ли вводить их в состав правительства? Насколько это корректно будет? Не будет ли это выглядеть как слияние власти и олигархов? Ну, я вот, честно сказать, не знаю. Мотивы Назарова понятны, но они одновременно с этим также и как-то немножко наивны. В том смысле, что, ну, а вы не можете взаимодействовать с предприятиями, если у вас директор фактически не является вашим подчиненным. Ну, опять же, директор там Башнефти, или там генеральный директор, или там президент, кто уж у них там есть, вряд ли захочет попасть в подчиненное состояние к Назарову, Хабирову. Ну, директор БСК, то он спит и видит, как бы попасть в это подчинение. А вот директор Башнефти, вряд ли. Многие частные предприятия тоже постереглись бы попадать в структуру правительства. В общем, конечно, предложение весьма неоднозначное. Ну, и самое главное, для меня, например, непонятно, насколько оно до конца законное. То есть, ну, так мы скоро всех директоров школ включим для лучшей управляемости, там, всех директоров МУПов, ГУПов в правительство включим. И правительство наше превратится в огромный-огромный такой табор, да, человек на 800, а то и на 1800. Ну, в общем, не знаю. Надо, конечно, осмыслить вот подобные вещи. Может быть, имеет смысл не генерального директора, а какого-то постоянного представительства при правительстве со стороны крупных, ну, гигантских предприятий, речь идет о Башнефте, например, и БСК. Но относительно Башнефте тут четко надо понять, что Игорь Иванович вообще не тяготеет к дружбе с Хабировым и его правительством, и, ну, не пойдет он на это, это будет смешно. Соответственно, ну, вот еще раз, очень спорное предложение сделал Назаров. Микрофон вернулся к Хабирову после неожиданного предложения Назарова, и предложение Хабирова, которое последовало во след, было вот характерно по контрасту. Масштаб мысли нашего руководителя характерно вот был отображен в том, что он предложил. Я говорю о тех бесконечных игрушках, в которые играет Хабиров. В частности, он сообщил, что, поехав в Екатеринбург, он зашел на Уралвагонзавод, тот самый знаменитый, который сейчас там то жив, то не жив, и, в общем, есть такое у нас предприятие в Екатеринбурге, и там Хабиров узрел ретро-вагоны для трамваев. Вот эти ретро-трамваи так понравились Хабирову, что он сразу же на месте решил купить пять ретро-трамваев и подарить их Грекову почему-то, как он выразился. Не городу, не горожанам, не уфимцам, а именно Грекову. Ну, вот так у них принято там. Это же не частная лавочка, вы же помните, да? То есть вот Хабиров дарит Грекову пять ретро-трамваев. Ну, бог с ним, ладно, с Грековым. Однако тут у меня родилась очень такая четкая аналогия и аллегория. Радий Фаридович, вы съездите в наш МОЭД, внимательно посмотрите вокруг себя, когда туда приедете. Там все трамваи у нас ретро. Нам не нужно еще пять ретро-трамваев. Нам бы пять современных, новых, низкопольных, малошумных трамваев. А ради Фаридовича, зачем нам ретро-трамваи? У нас полное депо ретро-трамваев. В общем, ну, вот сколько можно играть в эти игрушки? Вот не наигравшиеся мальчишки, вот эти в детстве, у которых там чего-то там им, железную дорогу им не купили, они теперь, значит, будут нам ретро-трамваи покупать. Далее, естественно, перешли к фолклориаде. Хабиров заявил, что первое впечатление у нас положительное. Конец цитаты. Вот это у нас бесконечно режет слух, если честно. Хабиров как-то подсознательно не может взять на себя ответственность за собственные впечатления и бесконечно говорит, «мы у нас», «мы» и так далее. То есть иногда это, конечно, смахивает на некое имперское «мы Николай II», иногда хочется понять, с кем же вместе он испытывал эти впечатления. Ну, в общем, вот так вот впечатления у нас положительные. Причем впечатления положительные у Хабирова именно от того, что очень быстро выявили случаи заражения, как он сказал. Все контакты обрубили, а две делегации из ГЖИЛИ из Азбекистана заблокировали и отправили обратно. По мнению Хабирова, все посетители и участники фолклориады носят маски и соблюдают дистанцию. Тут меня тоже терзают смутные сомнения. Сам Хабиров отплясывал на фолклориаде без маски, без соблюдения дистанции. Мы видели все эти кадры, ну, не знаю, зачем вот эта пропаганда, зачем это самоубеждение, хотя все видят, как это все происходит, как это все на самом деле опасно и в инфекционном смысле, и во всех остальных смыслах. Ну, в общем, как бы тут Радий Фаридович, конечно, в гордом одиночестве, но все равно мы, мы, мы. На одной из прошлых оперативок Хабиров затронул тему стобальников-егэшников из Башкирии и конкретно, однозначно указал правительству назначить стипендию свыше 100 тысяч рублей, именно стипендию, для тех стобальников, которые останутся и поступят в вузы Башкирии. И вот на минувшей оперативке Хабиров подвел итог этой инициативе. В итоге почему-то вот этим стобальникам, которые останутся в Башкирии, выплатят единовременно по 150 тысяч рублей. Вот тут, конечно, ой, Радий Фаридович, вы не уловили разницу между стипендией и одноразовой выплатой? Да что этим замечательным, гениальным детям вот эти 150 тысяч один раз? По сравнению с тем, что у них есть перспектива попасть в лучшие вузы России или в вузы, которые попадают в списки лучших в мире. Вот точно вы не заманите этих умных ребят. Они же умные, Радий Фаридович, они же считать умеют. В общем, конечно, вот этот сеанс поразительной жадности нашего правительства, честно говоря, меня опечалил. Далее перешли к регулярной повестке. Первый вопрос, как обычно, о COVID-19. Максим Васильевич сообщил нам статистику из текшей недели. 42 352 заболевших по версии изобелина. Загрузка коек в медицинских учреждениях растет. За неделю выросла на 2% и составила 82%. То есть необходимый резерв в 20% уже нарушен. Тот самый резерв, который рекомендует Минздрав Российской Федерации. Вакцинацию первым компонентом, по словам Забелина, в Республике Башкортостан прошли 640 тысяч человек. Это 16% населения Республики Башкортостан. Башкирия, судя по словам Забелина, все-таки усилила темпы вакцинации. Потому что совсем недавно это было еще 9%, 8,5%, вот уже 16%. И со слов министра здравоохранения Республики, мы занимаем 9 место в России по темпам вакцинации. Хабиров, вставив свои 5 копеек, отметил, что в его администрации вакцинировано 86%. В правительстве вакцинировано 65%. Правительство у нас на 21% отстает от администрации главы региона. При этом Хабиров отметил, что оставшиеся 14% невакцинированных сотрудников в его администрации это люди со всякими медотводами и прочее. Ну, оставим на совести Хабирова вот эти цифры, потому что мы их точно не можем проверить. Будем полагать, что чиновники вдруг взялись за ум и стали вот настолько дисциплинированными. Хотя совсем недавно они всячески избегали вот этой вот вакцинации тем препаратом, который нам предлагается. Многие из них старались вакцинироваться Пфайзером. В общем, что-то с ними такое сделал Хабиров. В дополнение к Забелину судокладчикам по этому вопросу выступил зам руководителя Роспотребнадзора Жеребцов Александр Сергеевич, к которому с необычайной теплотой относятся Хабиров. Прямо его хвалят, ему комплименты все время отвешивают. Вообще Роспотребнадзор Башкирский теперь очень нравится Хабирову. И вот этот господин Жеребцов сообщил нам на самом деле фантастические и сенсационные вещи. Я буду просто пользоваться теми цифрами, которые Александр Сергеевич нам озвучил. А вы уж решайте, насколько вообще в своем уме наше правительство и наши Роспотребнадзоры или насколько они издевательски вводят нас за нос. Господин Жеребцов говорил о статистике инфекционных заболеваний в Республике Башкортостан. Ну, что еще может быть более актуальным, но Александр Сергеевич поведал нам о том, что в 2021 году за 5 месяцев текущего года жители Башкирии болели гриппом в 20 раз чаще, чем ковидом. Более того, средний многолетний уровень инфекционных заболеваний почти не превышает уровень 2021 года. А в 2020 году уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями в Башкирии и вовсе был ниже среднего уровня заболеваемости по Республике Башкортостан. Среднего многолетнего. Александр Сергеевич привел и цифры. Так вот, по его данным, средний многолетний уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями в Республике Башкортостан составляет 11 178 случаев. В 2020 году эта цифра составила 11 169 случаев, то есть меньше среднестатистического. А в 2021 году 11 326 случаев. Слушайте, ну вот если это правда, то вообще о чем речь? Что за паника на Титанике? Где какая пандемия? Что за ерунда? И вообще зачем вот этого милейшего Александра Сергеевича Жеребцова выпускать на сцену с подобными цифрами? В надежде, что никто не поймет числительных, что ли? Или в надежде, что люди пропустят мимо ушей вот этот доклад? И вообще зачем его нужно было делать? Зачем нам Александр Сергеевич рассказывает о том, что у нас сейчас, вот сейчас, прямо сейчас люди в 20 раз чаще болеют гриппом, чем ковид-19? Ну это же в очередной раз расслабляет людей, в очередной раз их заставляет снять с себя маски, наплевать на все эти меры предосторожности. Ну, Александр Сергеевич сказал, что у нас вероятность заболеть ковидом в 20 раз меньше, чем вероятность заболеть гриппом. Ну, в общем, бред, конечно, какой-то. Зачем этого Жеребцова выпустили на поверхность непонятно, надо срочно возвращать Анну Андреевну, она хотя бы о байке рассказывает складно. А этот вот лупит какими-то непонятными цифрами, не расшифровывая их и не объясняя. Выслушав врачей-инфекционистов, я беру этот термин в кавычки, Хабиров подытожил. Он сообщил нам, что финал WorldSkills Russia, вот этого вот фестиваля умильцев-рукодельцев, переносится с июля на август, и вообще все массовые мероприятия, как он выразился, переносятся вправо. То есть речь идет о том, что Хабиров, по сути, признает опасность и смертоносность фолклориады, признает последствия, которые она принесет в инфекционную и вирусную ситуацию в республике Башкортостан, и в итоге фолклориады, все остальные массовые мероприятия, как он выразился, смещаются вправо. Причем многие из них, я так понимаю, что неопределенно вправо. Но, как говорится, хоть что-то, лучше поздно, чем никогда. Я уверен абсолютно в том, что весь этот WorldSkills нам точно не нужен в сложившейся ситуации, так что, как говорится, хоть шерсти клок. Далее в сложившемся сценарии оперативного совещания у нас три всадника апокалипсиса, но на этот раз их было только два, и по очень смешной причине. Начиная заслушивать вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС, Хабиров поинтересовался у Марзаева. «Алан Викторович, вам есть что-нибудь сказать?» Алан Викторович отчаянно замотал головой, и Хабиров сказал «А, ну ладно, тогда не надо ничего докладывать». Вот тут многие министры, конечно, ахнули. Как говорится, а что, так можно было? Хабиров так благорасположен к Марзаеву, что он даже разрешает ему не выступать на оперативных совещаниях. Ну, если, например, Алану Викторовичу не хочется, или, например, ему нечего сказать. Ну, например, про реконструкцию улицы Комсомольской, или про свалки какие-нибудь в Кумертау, Мелиузе, Туймазах, Вуфе, где угодно. У нас очень много горящих свалок. В общем, не хотите, Алан Викторович, ну и ладненько. Далее заслушали министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Владимировича Булушева, который, собственно, про дороги вообще ни разу ничего не сказал. Такое ощущение, что с его приходом на эту должность мы опять получили какое-то секретное ведомство. Вот этот господин Битум почему-то совсем не говорит про дороги, но, правда, заговорил про смертность, аварийность. На прошедшей неделе что-то совершенно кошмарное творилось в Башкирии. 25 погибших за одну неделю. На 17 превышается уже уровень предыдущего года. В общем, ну, очередной ларгус у нас разбился, и 6 человек погибло. Но господин Булушев тут сетовал на то, что все негодяи, все ездят на ларгусах, и все их переполняют. При этом министр транспорта просто тупо не владеет техническими данными транспортных средств. Речь идет о том, что ларгус все-таки по паспорту вмещает 7 человек, а в этом несчастном ларгусе ехало 6. Булушев в этом случае просто соврамше. Ну, тему ларгусов опять обсудили. Хабиров, помните, 2 года назад обсуждал, что нужно срочно запретить вот эти междугородние перевозки на ларгусах. Надо с этим что-то делать. Выступал тогда еще и даже Ренат Баширов, которому я лично подарил вот этот термин капсула смерти. По поводу ларгусов я действительно тоже считаю, что это очень небезопасное транспортное средство, особенно когда оно набито битком и несется со скоростью 130-140 км в час. Ну, в общем, ВОЗ и ныне там. Хабиров опять топал ножками и требовал что-нибудь запретить. Булушев кивал головой. А я все время думал о том, а может быть нам расскажут про ямочный ремонт, а может быть нам расскажут про разметки. Господин Булушев, вы как министр дорожного хозяйства и строительства, может быть нам что-нибудь такое расскажете? Ну, в общем, нет, не в этот раз. Вслед за мистером Битумом выступал господин Гумеров, у которого в области ЧАЭС, конечно, тоже на прошедшей неделе все было ужасненько. 7 человек утонули, 4 сгорели и 9 погибли при падении с высоты. В общем, что-то такое нехорошее творится в Башкирии. Может быть, жара так действовала на людей. Ну, в общем, все вот как-то так. Третьим вопросом оперативного совещания был интересный вопрос. И назывался он «О работе бизнес-шерифов». Делал доклад новый председатель Госкомитета Республики по предпринимательству Фазылов Нияс Мансурович. По сути, Нияс Мансурович на самом деле не рассказывал о работе бизнес-шерифов, а рассказывал о том, как они не работали. И сделал краткий обзор того, что Римма Юрьевна Бойцова смогла сделать или не сделать на своем посту за два года. В частности, Нияс Мансурович сообщил нам, что бизнес-шерифы уделяют менее 20% времени вопросам предпринимательства и инвестиций. Остальное время они тратят на всякую перепись, на распределение имущества в районах на детское питание, на аренду помещений. Ну, короче, ребята по полной программе реализуют свои полномочия, а вовсе не должностные обязанности. В 10 муниципалитетах, по информации Нияза Мансуровича, бизнес-шерифов вовсе нет. Также отсутствуют основные регламентирующие документы, которые бы регулировали деятельность вообще этих бизнес-шерифов. Напомню, что бизнес-шериф в районе это не просто бизнес-шериф, это целый замглавы администрации. Ну вот, судя по докладу господина Фазылова, Римма Бойцова два года на своем посту не делала абсолютно ничего, но при этом умудрилась куда-то пристроить 1,4 млрд бюджетных денег на поддержку предпринимательства. И я не понимаю, почему до сих пор с ней вкратчиво не беседуют следователи следственного управления или ФСБ. Совершенно непонятно, почему не выясняют, как же так получилось. Но, может быть, потому что на должность ее привел практически за руку США Сидиакин. Но тогда, может быть, стоит допросить самого США Сидиакин, куда делись вот эти 1,4 млрд рублей, и насколько эффективно они были потрачены на поддержку предпринимательства. В общем, очень странно, как так вот получилось, что, во-первых, выяснили, что бизнес-шерифы не работают только через 2 года. Во-вторых, никто не задался вопросом, а на какой черт они вообще нам нужны. Есть там 2-3 позитивных примера и все. Но помните, что в каждом муниципалитете, заключением 10, есть вот эта должность замглавы администрации. У него автомобиль, зарплата, кабинет, свет, отопление и прочее, прочее. Давайте соотнесем разницу. Вот пользы от этих бизнес-шерифов и затрат на этих бизнес-шерифов, что-то мне подсказывает, что это будет не в пользу вот этого новообразования под названием бизнес-шерифы. Завершающим докладом оперативного совещания был вопрос, который действительно интересует, наверное, абсолютно всех жителей Уфы. И вопрос этот был о состоянии атмосферного воздуха в городе Уфе. Доклад делал исполняющий обязанности руководителя регионального отделения Росприроднадзора Болотов Роман Александрович. И сообщил он нам следующее, что 28 июля на двух из трех станций контроля ПДК в воздухе был завышен в два раза. Ну, судя по всему, идет речь о предельно допустимой концентрации неких химических элементов. Также Роман Александрович сообщил нам, что проверяют нефтеперерабатывающие заводы, измеряют уровни выброса. Проверка продлится месяц до 27 июля, и будет проверено порядка полутора тысяч потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха. Роман Александрович все время отсылался к тому, что он может не успеть проверить такое количество источников, и, возможно, ему потребуется продлить проверку, и природоохранная прокуратура уже предварительно согласовала это продление, то есть процесс затянется еще на месяц. И только тогда Роман Александрович нам сможет внятно ответить, что же такое пахло в воздухе и пахнет до сих пор, кстати, в воздухе столицы Башкортостана. Господин Болотов сообщил нам и о статистике загрязнения атмосферного воздуха Уфы. В прошлом году выбросов в атмосферу Уфы произошло 124 тысячи тонн. Это вот промпредприятие, столько выбросов совершили в атмосферу города. В 2021 году количество выбросов на 14 тысяч тонн меньше. Ну, вот, прямо скажем, слабое утешение, но хотелось бы побольше услышать о анализах атмосферного воздуха. Об этом господин Болотов практически ничего не говорил, кроме того, как вначале сообщил о вот этих вот двукратных превышениях ПДК. Также господин Болотов сообщил, что в Черкасах на полигоне твердобытовых отходов произошло два возгорания за мае-июнь 2021 года. И в период возгорания, по словам Романа Александровича, резко ухудшился атмосферный воздух. Как-то странно было услышать от специалиста вот подобный термин «резко ухудшился атмосферный воздух». Давайте поконкретнее, Роман Александрович, давайте о веществах. Вот вы нам ничего не сказали, ПДК чего было превышено вдвое в атмосферном воздухе? Хлора, азота, я не знаю, какого-нибудь там еще каких-то химических элементов. Но они же разные бывают, да? Хлор, например, это боевое отравляющее вещество, а азотом мы все, в принципе, дышим. Ну, в общем, конечно, как-то неконкретно господин Болотов выступал, но тем не менее сообщил о том, что ведется привлечение к административной ответственности собственников и управляющих вот этим полигоном твердобытовых отходов в Черкасах. Но на данный момент господин Болотов гуманно ограничился только предупреждением. Далее состоялся примечательный диалог между Хабировым и Грековым. Хабиров поинтересовался, кому принадлежит полигон в Черкасах. Греков сообщил, что спецавтохозяйству, муниципальному унитарному предприятию. Хабиров уточнил, нет ли на данный момент возгораний на полигоне. Греков сообщил, что нет и не будет. Откуда такая уверенность, непонятно. И далее Хабиров подвел черту, процитирую, чтобы мы возгораний полигона больше не слышали. Если загорится еще раз, всех руководителей МУП спецавтохозяйства уволить в отставку. Ну вот примерно так распорядился Хабиров. Ну уволят, ну загорится. Ну во-первых не уволят. Во-вторых, если и загорится, то скажут, что не у нас горит. Ну в общем, конечно, очень странно все вот это вот выглядит. Выглядит как попытка замять тему. Но хотя бы потому, что господин Болотов нам не сообщил четких данных о том, откуда происходит загрязнение воздуха и чем оно происходит. А провергнуть слова жителей Уфы не получится, потому что они носом своим чувствуют запах. Ну вот опять начинается забалтывание. Помнится, как казак нам объяснял, что не все, что пахнет, все плохо. Завершил Хабиров оперативное совещание опять фолклариадой. В частности, он сообщил нам о том, что скоро в Ашкирии пройдет детская фолклариада. Ну, честно говоря, я вот как-то совсем опешил. Ну, Радий Фаридович, ну сколько можно? Ну, шоу-мозгон что ли? Я не понимаю, Радий Фаридович, вам страшно, когда вокруг нет праздника, что ли? Я не понимаю, что это за уже рефлексия такая. Но, тем не менее, Хабиров заявляет о том, что как только закончится вот эта фолклариада, сразу же начнется подготовка к детской фолклариаде. И, как он сказал, вот это будет космос. Что там космос в представлении Радия Хабирова, я не понимаю. И действительно, мое предложение сделать Хабирова руководителем Росконцерта, а не руководителем Башкортостана, по-моему, находит отклик в сердцах башкортостанцев. Ну, правда, ну не превращайте вы республику в балаган. Может быть, действительно надо какими-то серьезными практическими делами заниматься. И вот, завершая обзор оперативного совещания, хотелось бы привести одну цитату, которая была на прошедшей неделе в интернете по поводу фолклариада. Очень метко было отмечено, что вот эта фолклариада по смыслу напоминает деревенскую свадьбу по залету, где роль жениха играют чиновники, а роль невесты – региональный бюджет. Вот, правда, хватит тратить уже бюджетные деньги на эти праздники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!